здравствуйте дорогие друзья теперь мы проработаем более сложное изголовье уже с драпировкой и у нас будет как бы три рамки такие подушка две рамки и подушка то есть уже более сложное такое навороченное картиночки тоже подборочку видеоряде увидите то что можно на примере этого сделать уже так берем чистую дощечку берем нашу уже готовую рамку также отрисовываем получается как я уже говорила да сначала дерево деревом то есть получаем прямой угол здесь прежде у нас пойдет драпировка из допустим шелка да а дальше у нас должна по идее стать вот сюда еще подушка такая как мы это чтобы нам не нагромождать одну фанеру на другую как нам это все нужно будет создать так мы будем пользоваться вот такой вермишелью из мдф десяточки я ее сейчас набью получается сначала вдоль борта отступив миллиметров пять от нашей линии и метров пять так скажу 14 либо 16 лучше 16 до метров пять отступаем так же создаем отступаем миллиметров пять от зарисованной линии также получается нам создали так потом рамочка у нас будет сантиметров десять и от краем дф ставлю неточки не широко в готовом виде это сейчас покажу лишнее у нас там будет еще вклеиваться декоративный шнур чтобы у нас нагромождение понадобится еще декоративный шнур нам нужно сейчас для него создать бортик я ее немножко сейчас уменьшу сначала я под этому контуру тоже сделаю так бортик как-то странно что странно ты эту стоп это получается внутри линии это подушка да это за линию а правильно хорошо все вот и заметил тебя разночленный просто Ага. Ты музыку включишь? Я давно его не видел. Экшн такой. Фильм Пила 8. И полетели в меня помидоры, да? Масса крови. Бедную женщину сидит тут. А, точно, точно. Как ты можешь вообще? Ребят, я у нее просил. Как ты мог? Я сама. Не, он все руки попилит, я ему не доверяю. Что? Я все, я прекращаю. Снимай сама, снимай. Я ушел. Дальше. Я тут запланировала декоративный шнур. Так что мне нужно будет сейчас понять, на какой мне получается его, чтобы у нас он плотненько заходил. То есть помните, да, как я вот с кантом работала, так же мы работаем и с декоративным шнуром. Я так немножко сейчас приживу, а потом опять буду, получается, обходить с той стороны. Что-то у меня МДФ себе не поддается дрессировке. Сейчас еще палочку возьмем. Так. Вот так вот мы будем такой багет создавать. Мне надо валерьян купить. Так. Это я приживулила. Шнур мы убираем и пройдемся. Получается. У меня там в одном видеоролике, что там назвали в одном из уроков. Фифа, да, при маникюре, да? Бронью, типа все, ничего она не умеет делать. Не так таких ребят хочется на батл вызвать. Да, это, кстати, самый легкий молоток, который Наташа предпочитает. У него в основном там 10 килограммов. Создали мы, получается, себе такую вот рамку. Что мы сделаем дальше? Так, если подушка у меня будет из полтинника, здесь у меня рамка будет выпуклая. И чтобы у нас не потерялась вот эта вот рамка, я хотела сначала двадцатку сюда поставить, но двадцатки здесь будет маловато. Я поставлю сюда все-таки тридцатку, чтобы у нас был переход такой более плавный, да, скажем так. Чтобы все рамки были, как бы, читаемы, чтобы их было видно. Так, что мы первое сделаем? Тридцатки. Замеряем. У нас получается от МДФ до МДФ здесь получается 8 сантиметров. Но нам нужно будет создать подклейку. Так, от МДФ до МДФ у нас 8 сантиметров. Я здесь оставлю припуск 2 сантиметра и здесь 2 сантиметра. Итого мне нужна будет, получается, полосочка сантиметров 12. Сантиметров 12. Будем создавать из нее трапировку. Здесь, получается, нам нужно будет склейка угловая. Пробрызгиваем сначала центр, одинаковый припуск оставляем и центр, получается, припосаживаем. Тоже самое с этим углом. Сразу я их склею. Почему я так склеечку делаю? Потому что я знаю, где у меня будет либо шов на ткани, либо дополнительная драпировка, которая поможет мне скрыть швы на поролоне. Теперь делаем припосадку и приклеиваемся к краю МДФ. Любимые наши поролоновые ногти. Так. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Препосадка у нас дала небольшой загиб. Сейчас ее немножко приотцепим, чтобы не было вот этой вот впадинки. Сделаем вот этот напуск, чтобы она была более пышненькая. Смотрите продолжение в следующей серии. У меня ткань сама по себе потом сделает все, что мне нужно. Она ее прижмет, но уровень ее сохранит, высоту. Поэтому прежде чем мы беремся за какой-то нестандарт, мы берем палочки, кусочки поролона, кусочки пряпочки. И смотрим на эффект, да? Да. Или получается всяко-всяко играем. И получается приклеиваем, драпируем. Паролон меняем. А потом уже, чтобы получить уже результат, мы уже смотрим, соответственно, какой поролон мы оставляем, какой мы не оставляем. Так, ну и у нас получается следующий уровень будет полтинник. Здесь тоже он будет в подклеечку, соответственно, закрывать МДФ и подклеиваться. Так, поролоном мы получается сразу всем. Я тоже припуск оставлю. На полтиннике я здесь оставлю, чтобы он сильно у нас не нависал, сантиметра 3. Да. Убери поролона. Ага, извините. Все позакрывала. И рассказала. Ага, и рассказала. Убрала поролон. А так все сделано уже. Да. Так. Так. Так же получается. Я его сейчас вклею. И мне должен, к идее, сантиметра 3, быть припуск МДФ. Чтобы у меня сильно поплотнее бочок. То есть это с учетом того, что, допустим, ну, без профиля, да, здесь можно было профилем создать. Здесь мы создаем без профиля. Так, уголочек я сразу заформую. Сделаю на подушке нам. Тоже аккуратненький. Сразу состадим. Ну, всегда. Опять так же. Тоже аккуратненько. Приклеим. Стоять. Припуск вставляю. Подклеиваем, уже поджимаем. И на МДФ приклеиваем подклеечку в подворот. Создаем такую округлость. Так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Старайтесь, чтобы сильного нависания на МДФ не было, потому что утолщения нам и так хватит по ткани, чтобы потом туда у нас шнур влез. Вот то, что у нас получилось в поролоне. Так, что касаемо драпировки, я ее сейчас соберу вручную, потому что в машинах не у всех имеются швейные. Ну, а хочу объяснить, как, допустим, прошивается данная ткань. Чтобы получить драпировку, одну из нитей нужно ослабить. Желательно верхнюю, то есть откручиваете так, чтобы машинка петляла. Одна у вас нитка пойдет прямо, а у второй будут вот такие петли. И, соответственно, когда вы подтягиваете верхнюю нить, у вас драпируются, получаются тоненькие складочки. Так, начну я с центральной части подушки. Почему? Сейчас объясню. Потому что если мы начнем с драпировки, потом мы будем накладывать подушку, можем нечаянно резануть более тонкую ткань, потому что на ней уже будет драпировка. То есть она не гладкая. То есть, поэтому я всегда начинаю с центральной подушки обивку. Выкладываем ткань. Начнем с уголка. Сначала уголок приживулем. Краешек. Бортик прям засовываем. Миллиметров 5 припуска. И потом будем растягивать уже в разные стороны. Так, одну сторону, вторую и аккуратненько вот так вот идем. У тебя там скоба какая стоит? А? Скоба маленькую я переставила, восьмерочку. Четырочку убрала, конечно, потому что у меня там... Грусовская маленькая. Получается практически слепую. Уже уволим. Края буквально ткани. Вот так вот 5 миллиметров заворачиваете. И степлером, когда прибиваете, у вас подрядок остается. Туда практически уходит в ноль. Еще раз пройдемся. И вторую сторону. Поролончик. Придавливаю. Притягиваете. Если это у вас изделие, вы, соответственно, сначала ткань всю натягиваете, припосаживаете углы, а потом уже двигаетесь по направлению. Можно с центра начинать, потихонечку разгонять ткань. Сначала рукой придавливаем, придавливаем. Потом поролон у нас ее приплит. Перекосила? Угу. Переснула. У тебя она была зафиксировать ее, получается, внизу сначала. Сейчас, сейчас я ее вытяну. Здесь либо, если натяжка снизу идет, получается, то по углам, когда будете растягивать... Так, я вот здесь ее сразу пришел, а потом тут припосаживать буду уже. Я еще кусочек, наверное, не ровный отрезаю. Что я тут? Да ладно. Экспромт. Руки. Руки. То есть я постараюсь ее именно к скобу, к борту, к подушке припосаживать. Сейчас это вот лишнее обрежу, завтяну. Степлер с длинным носом. С степлером с длинным носом можно использовать. Ну да, в принципе, удобно. Длинным носом, он умерится. Сделаем с коротеньким. Проработаем. Сейчас я гонку тут заношу. Тоже сразу аккуратко. Ну, главное, принцип понятен, потому что многие... Так, здесь у меня так собралась морщинка. Сейчас я покажу. Какую сниму, мне не очень она нравится. Я расканю. Скоба на скалу попал. Оттяну носик. Так, лишнее мне надо будет сразу срезать. Пока у меня драпировка не легла. Ну, то есть вот подушечку мы, получается, первую создали, да? Так, дальше. По драпировке. Конечно, сложно вот так драпировать ткань, тем более более тонкую, как шелк. Лучше, конечно, прошить. Но у нас, допустим, нет машинки, да? И мы будем собирать ее вручную. Степлер с длинным носом, не? Да, степлер можно с длинным носом. Ну, в принципе, здесь поролон мягкий, бортик у нас притопает. Здесь можно так создавать. И так же и шеплю. Здесь можно создать и складочки в одном направлении, да? Можно создать встречные складки. Как, у кого уже тут фантазия. Я буду создавать драпировку, поэтому у меня складочки где-то будут идти в одном направлении, где-то будут идти... Разнобой мне нужно создать именно, то есть такой небольшой хаос, скажем так, да? Именно создать драпировку. Драпировку я такую хаотичную создаю каким способом? То есть я материал закладываю... Встречные? Вот такими, да, встречными складками. Вот такими вот они у меня идут, встречные. Потом эти лучки буду вытягивать, всякая их переключить. Стоп, ну ты сейчас вот рукой все закрыла еще раз. А, хорошо, еще раз показываю. То есть вот такие встречные складки. То есть одна идет внутренняя, да? Одна внутренняя. Потом идет встречная. Потом опять идет внутренняя. То есть вот таким вот складом. Отшить, конечно, ну проще, но не у всех есть машинка, да? Можно на руках. Кстати, можно на руках этим стежком мелким пройтись. Так вот просто. И подтянуть нитку. Я просто на маленьком изделии, а когда есть и габаритное изделие, конечно, надо здесь создавать, чтобы это все быстрее было пробить. Тоже главное нитку не повредить. Тоже можно при набивке, да, материала повредить ниточку. У вас может лопнуть вся драпировка вся. Здесь надо хаотичность нам будет создавать. Вот так вот. Здесь на уголке я создам встречную складку. То есть одна у меня идет сюда направлится, а вторая будет направляться ровно угол. Чтобы она красиво потом драпировочку создать на самом вот этом уголке. Главное равномерность. Так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Терпение, конечно, я не знаю, мужик этого будет делать, да? Я знаю, как мужика одного из череповца, который это уже делает. Да, нет, он там вышивает, я ему объяснила, как нитку подтягивать. Он тоже думал, как это все делается. Я говорю, это все намного проще. Берите швейную машинку, либо стежком вручную. Ну, багеты, как правило, то есть у меня практически на один метр, я даю на вот такую драпировку сантиметров 20. Ну, тоже все зависит от густоты драпировки, да, какая она должна быть. Вот, и от толщины ткани, которая драпируется. То есть здесь тоже факторы есть. Так, мы создали такую драпировку. Теперь сначала уложу красиво как-нибудь уголочек, да, такими складочками. Все же обычно начинают как? Сами, потом жен подтягивают, да? Это сейчас камень, да, прилетел? А? Это сейчас камень прилетел в чей-то агро, да? Я же уже говорила, что не думала, что буду заниматься мебелью. Все же, ты же придумал все. Меня утянул. Я тебя спросил, ты согласилась. Вот так, обманным путем. Обманным, да, конечно. Да, да, да. И аккуратненько вот у меня вот здесь край фанерки, да? Здесь у нас будет рамочка придвигаться. То есть я стараюсь бить подальше. Почему? Потому что тканью здесь вот у меня тонкая. Не дай бог, если где-то у меня скоба ударит прям в саму нить, у меня может быть затяжка. То есть я себе даю еще право исправить, да? Если что, я исправлю. Ну и складки там, конечно, тоже должно утягиваться оттуда. Угу. Все это будет неряшливую драпировку создаем. То есть это уже на ваше усмотрение. Ну, главное, чтобы она не смотрелась грубо. Ну и чтобы у нее не было, как бы сказать, когда специальных таких складок. То есть тогда она смотрится интереснее. Оттягиваем, вытягиваем, выкладываем. Нервы успокаиваем. Нет, кстати, что ты смеешься? Многие, кто вот каретное делаю, говорят, вообще, блин, милое дело. Так, кто-то психует наоборот. Да, кто-то наоборот психует. У меня сейчас мальчики новенькие. И я вчера работала, позавчера, над Пуфиком. Получается, они... А что, правда, вот так вот руки болят? Я говорю, да? Все потом привыкнет. Руки болят у них. А молодые ребята совсем. Там что там, по лету, наверное, 25? Угу. Нет, у них. Руки у них болят, блин. Мамочка пришла на работу, они увидели мамочку. Начали жаловаться. Ручки у них болят. Руки спинам. Ну да. Ну, от каретки пальцев. Видишь, кто вот еще, ну... Новички. Мозоль их вот эти вот ругают сильно. Я говорю, ничего, потом наросты появляется, и нормально. Ну, уже. Это у него ваня. Вот так вот. Потом наложил, наложил, на ровненьких столочек. Потом говорит, что такое? Ты же видишь на картинке, как? Да, вот так вот, говорит, сейчас делаю. Причем здесь, Ваня? Я же драпировал-то. Какую? Фиолетовую? Да. У Ваня нервов. У нее я начал заниматься уже. А я смотрю на фотографии, думаю, ты какое-то там участие принимаешь, когда ты успеешь. Ну, там отшитая была драпировка, там немножко попроще, там выкладывай, да выкладывай. Мне интересно, просто на некоторых изделиях они наоборот стараются, да, какие-то ровные складки заложить. А там, где задумано ровные, они выкладываются кривые. Ну, времени, конечно, она занимает прилично, вот так вот, если надо. Ну да, если большое изголовье. Ну да. Ну, видишь, я вам там на фиолетовой кровати сшивала с двух сторон, то есть вам проще было их распределить. То есть здесь проходило все швы, и здесь проходило швы. Тогда ее проще. То есть уже просто натягиваете полотно, и уже получаете результат. В основном здесь вот используют, я говорю, атлас какой-нибудь, либо шелк. Ну, потому что более плотные материалы, они так не драпируются. Здесь я сейчас в данном взяла просто креп сатин, получается, обычный для одежды. В основном это портферное же материало, шторное, либо просто шелк получается. Ну, есть и специальные обилочные такие вот, это итальянские сатра тканей. Ну да. Потому что там цветовая гамма, во-первых, большая, если делать плавный переход, да, по градиенту. Так, ну теперь все это дело мы срежем лишнее, да, уберем такую законченность уже изделию. Я сделала ее более такую выпуклую, при сильной натяжке можно сделать ее более плоскую. Так, ну и теперь нам, получается, нужно будет прикрутить рамку и вклеить шнур. Я, наверное, вклеивать шнур уже не буду, да, потому что он у меня специально на изделии откупленный, да, и у меня... Все знают, как он вклеивает шнур. Да, мы его вклеиваем. Сейчас я его просто, да, вставлю. То есть я покажу. Я его отрезать не буду, потому что он мне нужен. Здесь специально на изделии. То есть мы его притапливаем и вклеиваем. То есть мы получаем вот такой вот шикарный вариант. Ну и, соответственно, уже рамку, да, как мы вот подушечку то прикручивали, вы получаете такое изделие. Либо багет. Либо багет этот, да, будет деревянный, допустим, какой-то обыгрывается. Вот. Все понятно? Что, прикручивать рамку? Давай прикручиваем. Так. Сейчас подтянем, ну, не придется, да, отрезать, чтобы он мне не болтался, ладно? Убеднее. Прихватим потом на изделие. Да, ну, с запасом же по 25 метров все равно идет. Какой-то есть запас. Так уже наверняка. Так. Немножку. Так. 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 и ступеньку надо здесь побольше делать, ну, сантиметра два, да, чтобы он потом хорошо притянуться не высоко это про лунзу? нет, самое то это подушку ой ужас как я не так плохо играю сейчас уйдем мы когда изголовье то делали получается 4 человека выжималок багет чтобы оно не треснуло здесь можно шнур сделать по принципу того что вы два ставите шнур тоже делаете такую красоту можно получить увидимся в следующих уроках ставьте палец вверх если вам понравилось видео нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал вас ждет очень много интересного всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч